Попробуем не просто ответить на вопрос, а разобраться в нем. Почему разобраться? Да потому что легкого ответа на сложный вопрос нельзя дать. Вот вы представьте, кто-то вам говорит, слушайте, надо лечиться аспирином. Аспирин – хорошее лекарство. А всем ли надо лечиться аспирином? Наверное, аспирином надо лечиться тем, кому это показано. Там, тем, кто болеет. А в каких дозах? Вот я пью там три таблетки, и всем надо это пить. Да нет, пусть это врач назначает. Так и с удобрениями. Понимаете, в каких-то случаях удобрения нужны те или иные, в каких-то случаях они могут быть лишними. Так же и с барафоской. Давайте вообще для начала разберемся, что такое барафоска. А вот я сделал такую табличку. Вот, смотрите, видно вот барафоска. Барафоски у нас кальций 20%, калий 16%, фосфор 10%, магний 2%, ну и бор, пароход скажи, да, 0,25%. Нет тут только из макроэлементов азота. Так что вот давайте вот разбираться. Если у вас нитротофобия, либо в каких-то случаях вам не нужен азот, допустим, там осеннее внесение, либо там позднелетнее под падовый сад, ну, либо почва очень питательная, богата на азот, вот там как раз пойдет барафоска. Кальций. Кальция достаточно много в почвах, но часто он бывает недоступен. Вот как раз в барафоске кальций доступный. А, например, вот почему помидоры в некоторых случаях рекомендуют именно барафоску? Потому что когда недостаток кальция, наши помидорчики заболевают такой очень нехорошей болезнью. Он называется вершинная гниль. Вершинная гниль, когда просто вот сверху помидорчики загнивают, думают, что это болезнь какая-то, начинают лечить. Нет, это не болезнь, это, вернее, болезнь, физиологическая болезнь от нехватки кальция. Здесь вот вам как раз кальций поможет в этом случае. А если кальция много, допустим, и он доступен в почве, то, в принципе, и барафоска не всегда нужна. Ну, тот же самый бор. Сейчас такая боромания идет, рекомендуют там бором поливать, опрыскивать и так далее. Знаете, бор это микроэлементы, много бора не надо. Вот если его лить, лить, лить бесконечно, это не значит, что у вас будет урожайность. То есть вот нужно растению именно столько, а не больше для его физиологического развития. Больше, если положите, ничего хорошего не будет. Вот в барахоске как раз научно обоснованная норма. То есть 0,25%. То есть и не улетит он, что называется, в трубу лишний бор. И растения будут его использовать. Ну, магний тоже микроэлемент. Ну, фосфор макроэлемент. В общем, все нужное. Поэтому вот в каких-то случаях барафоска вам понадобится, в каких-то нет. Теперь сколько? Сколько это тоже, ну, так вот усредненно будет. Вы возьмите инструкцию для начала, прочитайте, которая есть на упаковке каждого удобрения. Вот в среднем, чтобы не навредить, ну, вот где-то, допустим, на огороде, на квадратный метр идет у нас там 50-70 граммов барафоски. Как ее отмерить? Ну, берем спичный коробок. В спичном коробке где-то град на 17-18. Ну, и получается там 3-3,5 спичных коробка на квадратный метр. Единовременное внесение. Как правило, этого там хватит на пару месяцев. Можно как раз в лунке закладывать. Здесь тоже надо понимать, что почва разная. Растения тоже разные. Даже если это просто помидоры выращиваются. Помидоры тоже разные бывают. Есть детерминатные, коротенькие, которые не так много выносят минеральных веществ. А есть эндотерминатные, позднеспелые, у которых большой урожай, которые много, там, ну, не на порядок, но в несколько раз больше выносят минеральных веществ. На это тоже надо это все учитывать при внесении удобрения, а не просто вот кто-то вам сказал там, надо сыпать, надо столько-то. Как правило, вот эти советы, что надо что-то, вот именно это удобрение, это дают продавцы. Продавцы, которые пытаются сбыть какой-то свой товар. Вот с бором у них уже получилось. Это фармацевты вылезли в разные группы садоводов и начали на уши вешать, что без бора ничего не растет. Слушайте, а как раньше без бора все выращивали? Потому что, в принципе, бор, ну, он, конечно, важный элемент, но не самый важный в почве, его, в принципе, бывает достаточно. Так что не слушайте никого. Если вы не можете сделать анализ почвы своей, если вы не имеете опыта, вот этот опыт надо набирать, вы просто можете пробовать, вносить разные удобрения, разные варианты, наблюдать за растениями и уже смотреть, на что у вас лучше отзывается растение. Вот то самое удобрение и лучшее.